приветствую вас дамы и господа с вами don stranger и это прохождение хоразин кто мог подумать 6 часть итак продолжаем на том на чем остановились кабанчик мне нужно твое мясо бедный кабанчик попался под под лой так сказать так и так что у нас по заданиям первое вроде бы как основное задание это вернуться в эту деревню и поговорить с ульвандом но при этом я заметил что здесь рядышком есть второе задание это как раз таки сикачи типа найдите сикачей к западу от каменоломни учитывая что бежать тут недалеко и я сохранился можно сходить по этой миссии посмотреть что тут за вопросик что тут за вопросик может быть даже сможем забраться сюда так что весьма интересное можно тут все посмотреть тут еще какой-то вопросик ну прежде всего мне интересно по первым вопросиком пробежаться можно сбегать сюда почему бы и да как раз забраться я хотел я главное ставлю маркер сюда он ставится на вопросик и убрать не могу странно короче сбегаем посмотрим что творится здесь на этой каменоломни вон там наверху вопрос как туда забраться скорее всего как-то здесь вокруг бежать может быть найдем каких-нибудь ресурсов интересных красная каменоломня так что-то виднеется средний ящик муки и маленький ящик с припасами ящички с припасами а это что не видно . зацепа у меня уже здесь есть одна точка зацепа будем как бэтмен играем уже не в каменный пост апокалипсис а похождения какого-то бэтмена в юбки так и где я видел ящики эти там есть подъем и он там есть подъем походу еще выше можно подняться странно ящики отображаются точнее они не отображаются а я сюда забраться не могу высоковато типа при этом тут есть с этой стороны подъем так что просто здесь заберемся а что дальше дальше мы наверху зачем-то понятно взяли огородили все ясно тут местный склад открыть свое хранилище класс я начал нашел место хранилище и что мне в этом хранилище лежит такого сейчас например морозильная вода пополнить ресурсы это как она будет работать я могу просто квадрат зажать и все ресурсы пополнятся интересно секретные не нух ты ладно но выноситель данных и что за ингредиент такой так академические заметки написаны аккуратным почерком карха повторяюсь кому интересно ставьте на паузу читайте так первоначальные опыты довели меня на мысль что зеленец формируется не в толще природы на ее поверхности окей зеленец это те камни зеленец так зеленец якобы является даром солнца гипотезы следующим этапом моим исследованиям станет эксперимент по искусственной трансформации огнежара в зеленец не забыть перед началом опытом надо обзавестись огнеупорной броней какая-то непонятная информация экспериментах с этим зеленцом неужели здесь будет потом торговец который будет этот зеленец покупать а здесь очень стоп хотя почему здесь никого нет а как туда забраться тут есть как бы веревка тут я помню работает такая фишка что ты если близко с ящиком то ты даже под ящиком его собер собрать можешь но не в этом случае тогда нет получится здесь какой-нибудь финт ушами сделать вот так потом забраться как-то вот так это явно так разрабами не предусмотрено было и прям вот сюда в огонь можно я прыгнула а а выше по этим камням я не по ней никак не подняться ну-ка что за ящик так такие ящики нужно прям что-то очень фиолетовое хранить давай 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 лой зачем-то опять напоминать что я на красной каменоломни давай запрыгни ну почти ну не хочет высоковато для нее а вот здесь но вау это я сейчас нажал крестик потом нолик и она отпрыгивает в сторону прикольно стоп а может быть таким паркуром я могу отпрыгивать от одной стены к другой что мне это дает интересно вроде бы от стен она отпрыгивает в этот момент 5 еще зацепилась бы очень странно да это явно так не подне задумывалась тогда как добраться до него там что-то еще есть данная зеленце в итоге почти без толку сюда пришли мы окей так один ящик туда никак не забраться о а что если на этот кран из этого крана по моему далековато но я не допрыгну так а другой ящик был здесь да как до него добраться тут явно подразумевают то что у меня уже здесь будет это крыло на котором я смогу летать и просто допрыгнуть долететь но вот здесь вот пролезь илой давай давай вот так и вот так и вот так и вот так и как-то не так так что тут творится может вот так а потом вот так и вот так все нормально забрались ценный предмет получен но хоть это забрали так а где тут самый вопросик находится под вопросиком подразумевалось ваше хранилище окей так тут внизу есть костер сбегаем туда сохранимся а и кстати да может быть я как-то забыл но у меня есть три очка навыка которые надо бы потратить навыки я как-то позабыл в предыдущей серии то что их можно куда-то вложить так что у меня знахарь лучник лучник я много стреляю мне нужна концентрация почему бы это что еще глубокая концентрация восстановление концентрации что по лекарствам здесь какие-то еще тройные дискометы появятся прыгучие бомбы можно будет прям зачем-то кидать эффективность зелий а здесь вместимость подсумка для лекарств еще больше можно а сколько требуется навыков просто один раньше требовалось типа один потом два потом 33 сейчас вот просто один так это что это в скрытом режиме а точно вот увеличение урона при скрытой атаке дальнего боя вот это я хотел чтоб пока меня никто не видит какого-нибудь дальнего противника можно было хорошо сваншотить здесь что тихое перемещение при движении вы производите меньше шума благодаря чему враги труд врагам труднее вас заметить а это чё лечение бесшумной атакой а восстановление здоровья при проведении бесшумных атак это тоже весьма интересно только когда я буду красца вряд ли у меня будет неполное здоровье так у меня еще один навык надо бы куда-нибудь вложить в какое-нибудь хорошее русло защита верхом постоянное усиление во время езды на машине вы получаете меньший урон длительный перехват в увеличение срока в течение которого машина остается перехваченной то есть тут опять придется качать ту самую штуку когда машина будет на моей стороне и что получается 60 секунд дается минута а потом максимальное здоровье запас запас машины а потом разлетающийся шип какой лой научится копья метать и взрывные копья нифига себе стихийный урон машины плюс нифига себе перехваченные машины наносят больше урон стихийными атаками короче какой у вас стиль борьбы в тот можно и вкачиваться урон машины а где еще больше чтоб перехват машины был не 60 секунд вот чтобы перехватить что перехваченные машины имеют больше запас прочности под программы перехвата возможность выбрать агрессивный или оборонительный режим при перехвате управления машиной ими еще управлять можно будет нифига себе стихийный урон шипы силач почему силач находится в скрытых а точнее в про машины короче в режиме где машины обитают и ремонт повышение скорости перемещения с тяжелым оружием странно почему это в перехватах машин они в каком-нибудь бою странно все перемешано так быстро охотник я бы хотел бы что-нибудь на еще на лук прокачать глубокая концентрация замедление расхода концентрации позволяющие дольше оставаться в режиме окей расход минус 15 процентов скорость восстановления 50 процентов она и так концентрация довольно быстро восстанавливается концентрация да а что в режиме боев может быть это тоже прокачать по лечением вместимость подсумка и эффективно эффективно зелий до ускорение употребления любых зелий в она зелья очень долго пьет нынче прям как в каком-нибудь втором дарке так что надо это прокачивать и в итоге можно будет прокачать еще это и получить вот эту ульту типа усиление против отваги ого это там на фоне пила зуб да похоже на пила зуба только какой-то с фиолетовыми какими-то ладно все три навыка прокачали погнали сохранимся опачки тут зараженная зона и там есть дикий кабан уже по ходу зашел в зараженную зону ну-ка посмотрим так эту зараженную зону лучше не становиться не стоит это того дикого кабана я и так могу по отстреливать какие-то зацепы здесь можно было забраться чтобы взять какую-то траву краску тут еще какие-то окрасы будут по ходу лица можно будет разукрашивать себе но зачем непонятно бомбы лакомство милт фуда у меня лежит в инвентаре я не хотел но нажал мясо в середине и 44 камня да тут можно по ходу просто этих всех противников камнями засыпать раньше можно было хранить всего 10 опа я вижу кого-то а ну стоять кто-то там енотик звене енот сам попался на глаза так и мне в эту сторону главное 45 камней она может собой таскать да а больше 10 стрел или ресурсов для морозильной воды там она особо таскать не может тут можно забраться странно вот только тут можно забраться очень странно это все выглядит а тут зачем забираться смотреть мало того что зачем так еще и как водичка красивая зеленая кабанчик так древесник всегда пригодится но и он уже в хранилище так и что тут с этим сикачем туша сикача 13 да ладно сикачей все-таки перехватывали вот это прикол кислотный сикач обыскать два металлических осколка только в кислоту не наступать мне интересно можно ли будет какие-то зелья потом есть чтобы больше было защитой от кислоты от огня что в первой части такое было сейчас что-то такого не наблюдаю так мне походу туда наверх и там есть какая-то пещера это камень я уже начинаю различать это тоже камни зачем мне столько камней я не понимаю я ими не пользуюсь и кстати тут походу пропал навык который можно было свистом подзывать противника к себе и соответственно они решили типа раз уберем свист и добавим больше камней но в навыках по крайней мере я этого не вижу свистов так и куда меня ведут водопад речушка я вижу зеленый цвет зеленец зеленый цвет еще один мертвый секач туша сикача а а внутри туши ничего нам ладно и чё я должен еще осмотреть тут следы какие-то ремонт невозможен прикольно неужели я смогу какие-то полу дохлые машины ремонтировать так ну походу мне сюда ого расфигачено прочесть преграды окей то есть через шахту сюда приблизительно были секачи кто-то либо специально либо случайно взорвал гору и открыл путь секачам сюда но только если посмотреть по карте тут же ничего нету либо там гора идет прямо сюда проход точнее но это прям очень большой туннель пойдем посмотрим расколотый утес посмотрим что там дальше а дальше по ходу ничего хорошего камни сыпятся просто жесть по башке были бы не присыпало бы главное здесь железную дорогу тебе положили они а тут есть подъем наверх прям на самой и есть проход направо синие грибы собрать лекарства окей все как в первой части там тоже были грибки пещерах которые считались лекарственными мне по карте туда но мы пойдем сюда зачем идти туда куда нам показывают если можно пойти в другую сторону и нарваться на какие неприятности либо найти какой-то скрытый лут так и во-во-во-во-во отлично а там еще можно спуститься теперь как-то вот бы получилось бы аккуратно окей опять я в расколотом утесе кто бы мог подумать странное сооружение похоже на лифт но она висит без всяких так если я не ошибаюсь а так не жар хорошо что у меня нет сейчас огненных стрел и он никак не детектится что вот это там такое виднеется странная как будто бы вода но не вода понятно там глюк какой-то ладно ресурсиков по собрали вниз погнали мне почему там показали что можно крюком что-то сделать я все время забываю что можно делать вот так только что именно так можно делать упс стрелу потратил старые пути обрушилась причем недавно оу оу и при этом можно попасть вниз а это что . зацепа то есть в теории я могу спуститься вниз и зацепиться а тут нету точки зацепа походу мне придется сюда идти ресурсиков прям перебор по моему прям ящик на ящике а то есть я так просто туда не попаду а я хочу туда спуститься раз там есть крюк я хочу туда спуститься насколько это будет больно падать проверим ха л и отпусти опа и ресурсики мертвый секач там ресурсики теперь я могу сделать аж вот так и быстро забраться удобно не надо три часа ползти вверх когда ты спускаешься ну-ка ладно откуда ты из глубины шахты идет вау опачки опачки секачи тринадцатого уровня а я какого 5 так ладненько уязвимость электричества а это почему светится как-то странно а это по моему можно взрывать но не помню зачем блин этот идет сюда не я не хочу пока с ними встречаться тут написано что-то дымовой предвестник зеленый гриб да дать типа с прочитать мне про зеленый гриб если по нему ударить он выпускает облако спор ухудшающий обзор ага окей это как раньше в первой части в эти выхлопные трубы или как там их были в котлах ты по ним стрелял выпускался дым и ты мог прятаться в них окей пройдем-ка сюда что по заданию вообще уничтожьте машины а бедные машины а может я не хочу вас уничтожать их уничтожать опять огнежар так а этот огнежар емкость огнежаром он детектиться укрепленная бочка содержит огнежар легковоспламеняющийся и его тут просто кучи но у меня нет то у меня нету ничего огненного еще подо мной там огнежар по моему вон он офигеть сколько их здесь двое то есть я бы их мог бы заманить и огнежаром получается зафигачить так а сможет ли л ой докинуть камень вон туда не сможет тихо тут есть ловушки всяко разного типа и я могу ими воспользоваться и чё просто бочки упали и все но не взорвались да окей а кислотные подействуют на эти бочки я кислоты не действует тоже да чё-то я рановато сюда пришел рановато походу мне надо было сюда идти когда у меня уже будет огненные стрелы они вот так вот ладно попробуем тогда их как-то заманить на ловушки например сделать так сделать так поставить вот здесь ловушку так но сейчас они должны как бы туда подойти по крайней мере вот этот вот свинтус бабах а 236 урона элизар идет сюда такой смотрит надо было все таки две бомбы оставить тогда бы он того интересно то то что именно этот пошел а не тот оставим еще бомбу раз и оставим еще бомбу вот здесь два и камушек нет это лакомство эй гриб гриб ладно он меня и так увидел эй иди иди на камушек ай молодца на камушек я сказал ну что бах отлично давай еще балах отлично так и остался еще один ему одной бомбы хватит как мне не нравится то что посредине экрана выскакивает это сообщение упс бежим 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 не туда вот туда как хорошо что они даст довольно таки тупые и давай подходи прям на бомбочку ай молодца хорош и создадим еще бомбочек хорошая тема взрыв паста мне позволяет это делать а сколько я могу 6 сделаем максимально много отлично ну вот такой вот скрытый бой типа провели зачистили тоже мне короче не проблема но и к тринадцатому уровню сейчас они довольно сильные так что к тринадцатому уровню лезть было бы глупо где вот вижу а там что нет реально там вон огнежар получается И это все можно было бы взорвать И попасть В пещеру Что-то в этом духе Там что-то было Ну-ка Да Тут тоже так завал И там огнежар Блин, это плохо то, что я сюда пришел Раньше времени Могу ли я Так не работает Тут нужен прям взрыв Ну как так то Пришли называется Раньше времени сюда Сколько дыма Похоже шахта довольно глубокая Офигеть сколько тут огнежара Столько огнежара взрывает целую гору На одной из бочонков записка Столько забыто Потом заберу из хранилища Так, пергамент Пергамент Исписанный грубым почерком И Испачканный углем Записка адресована Ульванди Ульванди Окей А в Ульванди Взыграла жадность Он пробивался все глубже и глубже Нам бы рассказать об этом Жало То есть он тут взрывал 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 И да взрывался Оттуда я смогу попасть Или у меня сейчас Типа воздух будет уходить Типа как с водой Я не смогу пробраться в дым Ну тут тупик Или нет Ну-ка начнет она задыхаться Пока нет Окей Ну кроме того Что я спустился вниз И собрал ресурсы Ага Вперед и не пройти Окей То есть мне реально Надо сейчас вернуться Ладно справились Надеюсь сейчас не набегут еще А эти грибы можно? Да Можно просто ударить по ним Если что Жадный Проходы пробило взрывами Ну откуда? А где я сейчас По карте? Ну кстати Опять отчет навыка Появился По карте я тут В горе Ну отобразись Пожалуйста Давай Быстрее Ну Понятно Ну возможно Оттуда Откуда Целый мир Стоп Навыки Один навык Один навык 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 Куда? Охотник Ну-ка Что тут по бомбам? Быстро охотник Ускоренная установка Ловушек Отлично Опытный трофейщик Повышает количество И качество ресурсов Получаемые при разборе Ловушек Ускоренное изготовление Инструментов Ловушек И зелий Так Быстрая установка Ловушек Очень поможет Так что Давайте-ка Это прокачаем Буйство стихии Тут будет Какое-то доступно Укрепите Свою решимость Чтобы усилить Стихийные Атаки И ускорить Их накопление А также Повысить защиту От стихийного урона Походу Она будет Мазать себе Лицо Или Эта раскраска Нужна будет Для ульты Ха Вот это Поворот будет Типа Хочешь Какую-то ульту Набери краску Да Странно Звучит Так Ну что ж Куда нам Теперь добираться Надо Теперь обе Миссии Ведут Меня В город Основной Но До этого города Я хочу попасть Сюда Погнали Пробежимся По вопросикам Как я и говорил Так это Камни Опачки Опачки Вы посмотрите Тут какие люди Какие люди Ужие Это Ужие Ужие Постелу тут зону где мог бы типа пройти ограничили кустами но при этом я сюда могу пройти ладно так кабанчика не трогаем пусть себе живет там где мнеются какие-то ресурсы еще просто бегаем и собираем кучи ресурсов опачки это кто аукей то мусорчике и ловушка кто-то пытался оставить этот чисто х реально походу мне нужно собирать вот эти травы для краски чтоб потом я мог ульту делать о бомбочки я прям иду сейчас на какую-то миссию попаду ловушка со взрывчаткой мне пригодится главное помнить что я теперь на них тоже могу подрываться это что блин на цвет бегеть теперь скалолазанием тут заниматься пойдет в хранилище и куда это я тут пришел ухты там наверху что то есть откуда можно спрыгнуть даже будет ого до вертикальный гейм-дизайн весьма-весьма бегаем собираем ресурсы тут есть костер давай грузись а костра а вон он где нифига себе высоко ого 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 ладно почему бы и да там осколки получается либо самолет нет там скорее всего буревестник разбитый а буревестники да опачки хочу у вас тут такое лакеша кто вы странные какие-то бомжики я не могу туда пройти вы чё серьезно понял то есть ограничили я туда сейчас не попаду понятно то есть эта зона закрытая да что ж такое то разрабы зачем вы ограничиваете меня в осмотре карты прям вот такого тупого закрытия локации не было в первой части чтоб просто невидимая стена да там было пару моментов но не настолько же ладненько значит к этому вопросу мы еще попадем только по миссии какой-то ладно тут еще вопросик какой-то внизу насколько я могу быстро здесь спуститься максимально быстро только при этом сразу умереть ладно вопросик вопросиком но надо отправляться в город погнали быстрым перемещением он должен дать сигнал а владис отправиться в свете так ну чтож прежде всего к кому но прежде всего пойдем кульванду наверно это что за ящик такой что там тут можно вниз как-то спуститься почему мне эта миссия отображена ладно какие новости ты несешь поговорим с ним как след сикачей у каменоломни похоже они прискакали из шахты на окраине долины шахта как стая сикачей могла попасть в шахту точно не знаю но рабочие ульвун да там пробивают туннели взрывчаткой во имя зари я говорил ему что нельзя так рисковать туннели тянутся на миле под землей даже за пределы преграды ты думаешь взрывчатка ульванда проделала проход на другую сторону возможно и даже очень если это правда нужно доказать это нужно чтобы сама спасительница провела тщательное расследование ладно я продолжу поиски свалить вину на карха твоя должность звонить серьезно например как эти обвинения помогут ульванду добиться принятия закона оглянись это владение дома солнца но вскрежете горы одни железки ржавчина гадриноэль говорит что карха выпустили сикачей чтобы тем самым запугать и заставить подчиняться озерам что ж могу лишь ответить что здесь все помнят зверства безумного короля солнца и пока работа в долине стоит из-за сикачей ульванду хватит времени разбередить едва зажившие раны а если озерам откажется работать без этого закона у тебя не останется выбора верно восстановление света пустоши должно продолжиться окей мне нужно идти конечно так теперь поговорите с ульвардом у меня новое задание у повара у этого это будет жгучая трапеза я добавлю щепотку чили в их десерт вот гадость и типа можно теперь купить правильно что-то у него но я не могу купить потому что два из двух могу таскать странно и обидно ладно я думал задание даст верстак может быть стоит к верстаку сходить может быть уже доступно что-нибудь ладно сначала к этому ульванду где он внизу ok ну что ленин мистер подобие кто тебя выбрал если скрежет горы стоит на земле карха почему ты здесь главный кто тебя выбрал конечно же сам мудрый народ озера думаешь карха смогли бы тут что-то накопать наместник не доберется до света пустоши не растеряв все гайки по дороге значит никакой власти у тебя нет ты главный потому что ты так сказал заявил властью того за кем стоит народ я видел как родился скрежет горы я ведь почти что его основатель и честные люди знают что без меня тут все развалится а говоришь ты основал скрежет горы что то не верится я сказал почти что я разглядел его потенциал когда здесь стояла горстка палаток в тени света пустоши я вложился в шахту убедил нескольких друзей поступить также и вот можно сказать скрежет горы вырос благодаря мне значит ты не просто сидишь что ты собираешь прибыль с остальных вовсе нет да я получаю небольшую долю от своих вложений но самого начала моей главной целью было благополучие честных рабочих трудового народа озера я разобралась с тикачами что правда если ты уже пришел в себя подавай сигнал не так быстро сперва я должен послать кого-нибудь проверить уточнить безопасно ли вдали это займет больше дня или двух или недели поддашь сигнал сейчас мы говорим о жизнях невинных озерам я уверен что отсрочка или ты подашь сигнал или я я знал что ты справишься друзья собираетесь трусливый какой сетельница берите она спасает сикачей больше нет ты что подай сигнал скрежет горы снова работает согласился из своего кармана оплатить убытки всем да вот так лучше да 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 а тебе не пора на посольство да уже пора прикольно вам доступна торговля наконец у торговцев можно покупать новое снаряжение ценные предметы вещи и так далее ой спасибо разработчики спустя спустя почти 6 часов игры я могу торговать с местными торговцами да посмотрим что тут у нас исследователь озерам охотница нора о нормально старый костюм из первой части защита холода 17 а здесь исследователь озерам защита от кислоты блин ну как-то мне это не нравится мне что придется куча костюмов таскать чтобы чисто одну защиту иметь как-то но не очень лечение критической атаки мощные атаки но мне этот вид не нравится этот вид но у меня и так сейчас броня нормальная тень в траве защита от холода меня никто холодом не фигачит циркулятор мусорника циркулятор понятно ну они обе зеленые а то есть они обе зеленые то есть дальше наверняка появятся какие-нибудь еще интересные если на меня будут всякие как их там блин коршуны холодом фигачит то есть может быть будет смысл надевать этот костюм можно сравнивать костюмы почему бы и да давайте купим пусть будет купить просто купить и можно продавать теперь одежды избранная нора 107 стоит это то что купил 45 это вообще ничего не стоит спирали можно продавать всякие инструменты пищу окей камни никто не покупает и древние металлические всякие ценные ресурсы можно продавать окей продажи за металлические осколки интересно тут будут какие торговцы которые будут вот например за обработанный металлический брусок давать какие-нибудь ящики с ресурсами как было первой части вопрос хороший так сколько у меня осколков 300 339 купим продадим тогда это 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 и это и можно вот это походу она ничего не нужно будет все кроме вот это вот продажи за металлические осколки или покупка деталей а по то есть все остальное просто продажи продадим чё лежать в сумке не зря таскали улучшение оружия и одежды среднего уровня на верстаке улучшение оружия одежды или продажи за металлические осколки понятно это лучше и не требуется это требуется улучшение подсумков можно будет что-нибудь улучшить здесь получается изготовление ресурсов здесь еще что-то всякие краски окей и те самые осколки зеленца который продать нельзя походу нужен специальный продавец так окей это есть а этот походу будет продавать новые муки для тебя все самое лучшее рыжая раз уж ты помогла подать сигнал как чинить мой молод так подожди но ведь это не ты пошла и избавила нас от секачей правда не торопись обещаю ты не разочаруешься огненный охотничий лук лук воина это скорострельный лук популярны среди воинов карха лучше всего подходит для ближнего боя окей чисто элементальный лук где будет огонь и кислота высокоточный лук обычный зеленый будет просто больше урона наносить как как и в первой части это 12 урона этот 50 этот купить могу этот купить могу огненный лук нам точно сейчас нужен это да купить и выбрать ну типа сюда лук воина высокоточный лук нужен ли мне сейчас высокоточный лук вот в чем вопрос может мне все нужно не знаю посмотрим но мне на все хватает ладно инструменты так комплект быстрого перемещения и кстати вот тебе отличие в экономике в первой части на вас на самой высокой сложности там луки новые стоили там по тысячу осколков 2000 самый топовый там четыре с половиной пять а тут 127 как будто я играю на легкой сложности может быть конечно там все изменится дальше тут есть дымовые шашки вспомогательное снаряжение при взрыве это боба выпускает облака нет токсичного дыма помогающий отвлечь врагов или спрятаться от них о ну точно ниндзя точно бэтмен будем кидать дымовую шашку под себя и убегать до или прятаться в этом дыме по 60 стоит нифига себе слишком дорого слишком дорого не хочу вот комплект перемещения я куплю купить потому что у меня его маловато один два штуки хватит так ресурсы продают окей взрыв паста у меня более-менее всего хват все все есть купить не купить лук воина высокоточный лук купим сейчас все а там уже будем смотреть хотя вдруг дадут пока я справляюсь неплохо обычными луками зачем мне высокоточный 100 процентов там на какой дальше на какой территории будет высокоточный лук уже синий так что пока я не хочу его покупать он просто больше урона наносят но и я справляюсь и другими окей в вашем инвентаре имеются боеприпасы находим огнем окей это понятно используем верстак что в верстаке что можно что можем улучшить например тот самый огненный лук интересно есть ли различия в уроне между между этим луком обычным и огненным у них у обоих есть кислотные снаряды так он огненный лук прокачиваем металлические осколки плетеная проволока да окей и еще отлично циркулятор лента рога тут хво рог лента рога для третьего уровня требуется окей и можно задать создать задание да почему бы и нет так проща могу ли улучшить да и всего хватает улучшим есть возможность улучшим клык сикача ух ты мне надо будет на сикачей поохотиться это потом здесь что акустическая камера наркопа окей тоже создадим задание здесь наркопов навалом так и можно проапгрейдить походу нити мед будет больше наносить электричеством урона и еще проапгрейдить можно а вот для третьего уровня индуктор мусорника о еще на мусорника придется поохотиться создадим эти занятия так одежда наследник нора плюс охотница нора жаль здесь статы нельзя посмотреть сравнить ладно посмотрим что апгрейдится холод я могу апгрейдить значит апгрейдим вдруг пригодится будем переодеваться на ходу так еще можно проградить отлично почему бы до осколки зеленца требуется чтобы апгрейдить одежду офигеть вот тебе и раз так а здесь что не хватало рог гребни гребни рога гребни роги ладно изготовление ловушек зачем кислотной бомбы у меня все и так я могу и так их создавать улучшение подсумков только так так улучшим вместимость стрел а для остального мне всего не хватает всяких перьев гусей и так далее нужно охотиться на зверушек да уж вот такие вот дела так ну чтож есть ли тут еще торговцы какие-нибудь получается травник стычка машин новичок тот самый бас бойцовский круг который у меня заглючил и не прогружался лук верстак это что на грани поговорите с воде сам а это что а понятно это я создал задание дела крепость это не то бойцовские круги ok основные на грани активировать показать на карте а окей это основное задание это который создал я сейчас и у меня кстати огненные стрелы появились нынче соответственно нужно будет вернуться сюда и повзрывать там огнежар но все это в следующей серии а на этом пожалуй на сегодня все так что увидимся в следующей серии это была шестая часть прохождения horizon вот такой вот запретный запад пока так что да всем спасибо за просмотр до скорых встреч и пока пока